Собственно, военная составляющая Первой мировой не очень хорошо известна широкой российской публике. Вот шесть крупнейших сражений русской армии в первой половине войны. Гамбиненское сражение С началом Первой мировой войны русская армия планировала сразу два крупных наступления. Одно из них должно было вестись против Восточной Пруссии. Как было известно нашему командованию, германцы собирались всеми силами обрушиться на Францию, оставив для прикрытия на Востоке одну слабую восьмую армию генерала М. фон Притрица. Отсюда родилась идея сосредоточить против нее превосходящие силы в ходе молниеносного наступления, разгромить, захватить Восточную Пруссию и выйти на оперативный простор. В случае полного успеха последствия для Германии были бы непредсказуемыми. Операция проводилась силами обоих армий Северо-Западного фронта генерала Жилинского. Первая армия генерала фон Риненкамфа наступала из-за Немана с территории современной Литвы. А вторая армия генерала Самсонова сосредоточилась на реке Нарев и двигалась на юг Восточной Пруссии. Таким образом планировалось взять противника в гигантские клещи. Успех зависел от координации действий обоих армий, разделенных линией Мазурских озер. В этих условиях стратегия германцев заключалась в том, чтобы постараться разбить нашей армии поодиночке, пользуясь развитой сетью железных дорог. В целом 8-я армия была сильнее каждой из наших армий по отдельности, но уступала нашему Северо-Западному фронту. А потому на первый план выдвигалась мобильность и умение сосредотачивать превосходящие силы на решающих участках фронта. 17 августа граница перешла 1-я русская армия. С отдельными боями она продвигалась вперед, пока к исходу 19 августа не вышла Гальдапу и Гамбиненну. На следующий день планировалась дневка, чтобы дать солдатам отдохнуть, а тыловикам наладить снабжение и связь, но у командующего 8-й армией генерала фон Притвица на 20 августа были другие планы. Опасаясь скорейшего вторжения 2-й русской армии, он решил разбить войска Рененкампфа. Непосредственно на поле боя немцы имели превосходство как по живой силе, так и по числу орудий. Более того, М. фон Притвицу удалось захватить инициативу и установить более твердое командование частями. Все плюсы были у него, однако судьба распорядилась иначе. На отдельных участках фронта немцам сопутствовал успех. Они сумели разбить нашу правофланговую 28-ю дивизию, пользуясь тем, что конница хана Нахичеванского предательски отсиживалась в тылу. Однако затем немцы сами попали под контратаку. Возникла путаница. Германская артиллерия обстреляла собственные части. В итоге наступление заглохло. На левом фланге 30-я пехотная дивизия с трудом сдерживала наступление 1-го германского резервного корпуса. Однако в центре нам сопутствовала удача. 3-й немецкий корпус предпринял ряд бесплодных атак на позиции нашего 3-го армейского корпуса генерала Епанчина. Особо отличилась 27-я пехотная дивизия генерала Адариди. Где-то после 5-ти вечера немцы предприняли последнюю атаку против Уфимского полка, а затем стали отступать. Некоторые роты бежали. Никакого поспешного бегства всего корпуса, судя по архивным документам, на фронте дивизии замечено не было. В ходе недолгого преследования наша дивизия взяла 12 орудий, 25 зарядных ящиков, 3 исправных и 10 разбитых пулеметов, 2000 винтовок и около 1000 пленных. Тяжелые потери свыше 6000 человек и огромный расход артиллерии, только один дивизион расстрелял 10 тысяч снарядов. Заставили командование отдать приказ об остановке. Потери противника составили 8 тысяч человек. Под вечер М. фон Притвиц, получив сообщение о тяжелом положении на фронте и о том, что 2-я русская армия генерала Самсонова уже пересекла границу, неожиданно запаниковал и приказал отступать. Его центральному корпусу было нанесено поражение на левом фланге войска оказались сильно измотанными и не могли наступать. Общие потери убитыми, ранеными и пленными превысили 14 тысяч человек. В противовес, квартирмейстер армии Грюнерт и начальник оперативного управления Гофман небезосновательно доказывали, что положение благоприятное и если продолжить сражение, то противника удастся разбить. Но М. фон Притвиц, не обладавший твердостью духа, настоял на отходе. Фон Риненкампф не преследовал. Первое распоряжение гнать неприятеля он сразу же отменил, за что был подвергнут критике рядом историков. Упреки вряд ли можно признать обоснованными, ведь войска устали, тоже понесли потери более 18 тысяч человек, а тылы были не налажены. Известно, что от победы до поражения один шаг, а в успехе преследования никто из русских генералов не мог быть уверен, особенно ввиду расхода боеприпасов, а также сложного или неоднозначного положения большинства пехотных дивизий. Таненбергское сражение После победы под Гамбиненом первая русская армия два дня простояла на занятых позициях, а 23 августа двинулась вперед, не обнаружив перед собой противника. Поспешное отступление немцев, а также массовое бегство местных жителей убедило командование в том, что германцы разбиты и собираются покинуть Восточную Пруссию. А потому главнокомандующий фронтом генерал Жилинский стал торопить вторую армию Самсонова, которая наступала за подним Азурских озер. Ей предстояло не допустить отход противника за Вислу. В это время командование 8-й немецкой армии было сменено. Новым командующим стал генерал фон Гинденбург, вызванный из отставки, а должность начальника штаба занял один из талантливейших немецких генералов Людендорф, уже успевший отличиться взятием сильнейшей бельгийской крепости Льош. Новоиспеченные командующие прибыли на театр военных действий днем 23 августа и сразу начали осуществлять переброску всей 8-й армии против войск генерала Самсонова. Оставив перед фон Риненкамфа небольшой заслон, в это время 2-я русская армия, подгоняемая штабом фронта, форсированными маршами по пересеченной местности в отсутствии нормальных дорог, продвигалась вперед. 23-го и 24-го августа в бою у Орлао и Франкенао она нанесла поражение 20-му германскому корпусу, который отошел на северо-запад. Продолжая наступление, командующий 2-й армии решил нанести удар по железнодорожной ветве Аленштайн-Астероды, но удар наносился довольно странно, всего лишь силами 2-х с половиной корпусов. В то время как 2-х других корпуса и 3 кавалерийские дивизии наступление только обеспечивали. В итоге армия растянулась. Не лучшим образом действовало командование фронтом. 26-го августа Жилинский отдал приказ, который разъединял усилия обоих армий, причем внимание Риненкамфа было приковано Кёнигсбергу, где, как ошибочно думало наше командование, собирается укрыться часть вражеских сил. В это время, двигаясь практически вслепую, Самсонов не знал, что враг уже сосредоточил перед ним основные силы. Интересно и то, что в это же время в Ставке вопрос захвата Восточной Пруссии вообще считался практически решенным. А ведь именно 26-го августа произошли ключевые события. В этот день немцы атаковали правофланговый 6-й корпус, разбив одну из бригад. Командир корпуса генерал Благовещенский не нашел ничего лучше, как отступить, тем самым подставив центральные корпуса под фланговый удар. 27-го августа решающие сражения развернулись на левом фланге армии в районе Уздау, позицию у которого занимал первый корпус генерала Артамонова. Против него наступал усиленный первый немецкий корпус. Германцам вскоре удалось занять Уздау, но одновременно русские войска смяли их правый фланг. Казалось, достигнут большой успех. Однако случилось непредвиденное. Русские начали отступать. Историки спорят о причинах отхода. Одни утверждают, что командующий корпусом Артамонов просто струсил. Другие доказывают, что здесь поработали немецкие радисты, которые послали ложный приказ об отходе. Во что, кстати, существует немало оснований верить. Ранее немцы уже передавали подобные приказы, пытаясь расстроить наступление второй армии. В итоге части первого корпуса перемешались. Некоторые из них оказались к концу 27-го августа не только у Зальдау, хотя отдельные полки здесь же смогли занять оборону, но даже южнее. В этот же день, 27-го августа, центральный 15-й корпус генерала Мартаса ввязался в тяжелые бои, а его сосед справа, 13-й корпус генерала Клюева, занял Аленштайн, так и не встретившись с противником. Таким образом, под конец 27-го августа оба фланга второй армии отступили под напором противника из-за нераспорядительности командиров корпуса. Центр ввязался в тяжелые бои, и только тогда Самсонов осознал свою тяжесть обстановки. Необходимо было принимать ответные меры. Самсонов поступил как достаточный начальник кавалерийской дивизии, но вовсе не как командующий армией. Он решил организовать наступление центральными корпусами, и для этого поехал в штаб 15-го корпуса, сняв телеграфный аппарат. В итоге армия лишилась управления в целом и связи с фронтовым командованием. А оно, наконец, к ночи на 28-го августа более или менее разобралось с происходящим. Жилинский выслал распоряжение Риненкамфу спешить на помощь соседу, а затем, как только выяснилось положение на флангах второй армии, приказал командующему второй армии отходить границы. Но телеграмма до адресата так и не дошла. Риненкамф стал разворачивать корпуса и направил конницу Нахичеванского и Гурко в тылы противника, а днем 29-го августа выказал готовность лично организовать наступление во фланг и тыл неприятеля. Правда, вскоре последовал приказ оставаться на месте. В штаб фронта думали, будто войска Самсонова отошли к границе. Тем не менее, для Самсонова утром 28-го августа было не все потеряно. Германцы еще полностью не разгромили фланги, а центральные дивизии пока не только держались, но и на отдельных участках успешно отражали натиск. Так, утром у Ваплица удалось нанести поражение 41-й немецкой дивизии. Однако, когда на фронт прибыл Сапсоном, его ждало разочарование. Солдаты сражались из последних сил. Командующий армии отдал приказ об отходе. Русские арьергарды на некоторых участках, оказывавшие достаточно упорное сопротивление, в итоге были разгромлены. Колонны отступающих были атакованы, окончательно рассеяны, пленены или уничтожены. Самсонов долго плутал, а в ночь на 30-е августа, впав в отчаяние, застрелился. Попытки со стороны других частей оказывать помощь не увенчались успехом. Выйти из котла смогло только 20 тысяч человек. Все остальные попали в плен или погибли. Общие потери армии, включая убитых, раненых и пленных, составили около 90 тысяч человек. Галицийская битва В августе 1914 года против Австро-Венгрии развил наступление русский Юго-Западный фронт, главнокомандующий генерал Иванов, начальник штаба генерал Алексеев, состоявший из четырех армий. Правое крыло 4-я и 5-я армии должны были сдерживать возможные атаки противников, в то время как основные силы, 3-я армия генерала Русского и 8-я армия генерала Брусилова, собирались на востоке Улудска и Проскурова. К 18 августу Юго-Западный фронт сумел развернуть на 400-километровом дугообразном фронте 33 пехотных дивизии, 3 стрелковые бригады и 12,5 кавалерийских дивизий, стратегическим резервом которых служили запоздавшие войска. Основная задача операции – удар по флангам с целью отрезать отступление к Ракову и за Днестр. Австро-венгерское командование в лице начальника генерального штаба генерала фон Гитцендорфа ставило перед собой не менее амбициозные задачи. Австрийцы предполагали нанести главный удар между Висло и Бугом в северном направлении против наших слабых 4-й и 5-й армий, с целью выйти в тылы Юго-Западного фронта и перерезать русские коммуникации. Утром 23 августа у Красника 4-я русская армия генерала Зальца была атакована 1-й австро-венгерской армией генерала Данкля. Уже под конец следующего дня русские войска начали отступать, австрийцы заранее праздновали победу. Новым командующим нашей 4-й армии стал генерал Эверт, на помощь которому двинуты резервы, а также 5-ю армию генерала Плеве. 26 августа она вступила в тяжелые бои с 4-й австро-венгерской армией, которые известны как Тамашевское сражение. Бои начались в неблагоприятных для русских армий условиях. Неустроенность тылов, необходимость выполнять несколько задач, разбросанность корпусов на фронте до 95 километров. Героем тех боев стал 19-й корпус генерала Горбатовского. Стойко, выдержавший все атаки в течение дня. Ему удалось развить удачные наступления на правом фланге и даже взять пленных. Однако на левом наседали сами австрийцы. В течение нескольких дней бои велись с переменным успехом. Однако к концу 28 августа оба фланга армии оказались отброшены назад. Ситуация напоминала положение возникшее в армии Самсонова, однако Плеве не повторил его ошибок. Он не покинул штаб армии и 29 августа отдал приказ энергично наступать всем корпусам. Намного лучше действовали наши командиры корпуса, а также кавалерия, которая сумела ликвидировать один из прорывов. 1 сентября Плеве все же принял решение об отводе армии, что стало неожиданностью для противника. Пока армии Эверта и Плеве упорно оборонялись на левом крыле фронта, происходило не менее знаменательное событие. Армии генералов Русского и Брусилова перешли в наступление, которое было неожиданным для австрийцев. 26 августа 3-я армия одержала победу на реке Золотой Липе. В эти дни особо отличился на фронте 3-й армии 10-й корпус, поддержанный 7-м корпусом 8-й армии. В бою под Перемышлянами 29-30 августа разбивший вражеский 12-й корпус, который в панике бежал, оставив 28 орудий. К сожалению, генерал Русский решил двинуться вперед в сторону крепости Львов, столицы Восточной Галиции, вместо наступления на север в тыл 4-й австровенгерской армии, которая вела атаки против войск генерала Плеве. 3 сентября русские войска вошли во Львов. 3 сентября была дана директива о переходе в общее наступление с целью отбросить противника Квисли и Сану. На правом фланге фронта была образована 9-я армия под командованием Личин Чижского. 3-я армия получила приказ нанести удар на северо-запад во фланг и тыл 1-й и 4-й армии противника. Те самые силы, что наступали против Эверта и Плеве в направлении на Тамашев. С 4 сентября войска 9-й и 4-й русских армий ввели настойчивые атаки сильно укрепленной позиции противника между Вислой и верховьями реки Пор. Упорные бои развернулись на всем фронте. Одновременно ожесточенные бои шли в районе Рава русской, где немцы пытались предпринять широкий маневр против 3-й и 8-й армии русских. Австрийцы наседали, силы русского и брусилова были на исходе. Но к счастью, на правом крыле 8 сентября силами гвардии и гренадеров были окончательно прорван австрийский фронт у Тарнавки. А 19-й корпус у Фрамполя зашел в тыл 1-й австрийской армии. Под влиянием этих неудач Данкль приказал вступить. Уже 11 сентября Конраду стало ясно, что его план концентрического наступления на Львов не удался. А наступление армии Плеева создало угрозу окружения 4-й австрийенгерской армии. Австрийцы начали отступать. После ряда арьергарных майов они к 22 сентября отошли на линию реки Вислоки, а к 26 сентября рек Дунайца и Бялы. Галицейская битва закончилась. Потери австрийцев составили около 400 тысяч человек против наших 230 тысяч. В том числе было взято 100 тысяч пленных и 400 орудий. Варшава-Ивангородская операция. Ко второй половине сентября на русском фронте сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны две русские армии с большими потерями были вытеснены из Восточной Пруссии, с другой на южном крыле Австро-Венгры понесли еще большие потери и под натиском русского юго-западного фронта отошли к Карпатам и за реку Сан. Однако между этими фронтами вдоль Средней Вислы оставался большой участок фронта с обоих сторон не прикрытый войсками. Он представлял собой плацдарм как для наступления вглубь Германии, именно здесь лежал наикратчайший путь на Берлин, так и для действия во фланг обоим русским фронтам. Неудивительно, что дальнейшие операции развернулись как раз в этом районе. Обе стороны стали сосредотачивать здесь войска. Причем 28 сентября русской ставкой была отдана директива общей задачей армии обоих фронтов верховный главнокомандующий ставит деятельность готовиться к переходу в наступление возможно большими силами от Средней Вислы в направлении к Верхнему Одеру для глубокого вторжения в Германию. В это время 9-я германская генерала Гинденбурга и 2-я австро-венгерская генерала Данкля армии решили развернуть наступление на Варшаву. 28 сентября они выступили из районов сосредоточения и начали двигаться к Висле. А три австро-венгерские армии атаковали наши войска в Галиции, объединенные под общим командованием генерала Брусилова. 12 октября русские части были выбиты из Закарпатья и отступили за Сан. Начались тяжелейшие бои за переправой, причем обе стороны стремились к наступлению. К 21 октября австрийцы выдохлись. В это время Гинденбург и Данкль развивали наступление на Варшаву, нанося поражение нашим авангардам. Все это внесло коррективы в план русских. 2 октября было выработано верное решение нанести по группировке противника два удара. Фронтальной силами 4-й и 9-й армии у Ивангорода и фланговой от Варшавы. Когда теперь было решено отправить всю 2-ю армию. Правда генерал русский долгое время упорствовал в ослаблении Восточно-Прусского фронта. Что едва не привело к непопротивимым последствиям и только настойчивость ставки решила дело. Уже к 3 октября закончилась перегруппировка войск генералов Лучицкого и Эверта. Тогда же было принято решение перебросить в Варшаве 5-ю армию генерала Плеве. Более того, все резервы также поступили в распоряжение генерала Иванова. Нельзя не отметить оперативность действий ставки и штаба Юго-Западного фронта, которые вовремя сумели разгадать планы противника и подготовить ответный удар. Достойно действовали и железнодорожные войска, справившиеся с переброской столь крупных соединений в короткий срок. Немцы, перешедшие в наступление 28 сентября, уже к 3 октября подошли к Висле. 4-6 октября начались боевые действия на фронте Ивангород-Сандомир. Здесь у Апатова атакованные превосходящими силами противника понесли большие потери и отступили части 2-й стрелковой и гвардейской стрелковой бригады. Попытка флангового удара благодаря оперативности русских войск превратилась во фронтальные бои. Данные разведки показывали, что в районе Варшавы у русских находятся слабые силы, а следовательно здесь-то и нужно сосредоточить основные усилия. Для этого образовалась группа из 17-го и сводного корпусов вместе с 8-й кавалерийской дивизией под общим командованием Афон Маккензена. Нельзя не указать на осторожность германцев. Главный удар наносился двумя корпусами, в то время как 2,5 корпуса занимались исключительно обеспечением операции. Уже 9-го октября она форсированным маршем через Радом и Балабреджиге устремилась к Варшаве. Русские войска упорно оборонялись, сдерживая активность противника. 13-го октября была отдана директива о нанесении силами Северо-Западного фронта удара по левому флангу противника. Для этого русскому были переданы конный корпус Новикова 2-я и 5-я армии. При этом Иванов принял решение содействовать наступлению от Варшавы ударом правого фланга 4-й армии. Уже к 14 октября под Варшавой противник перешел к обороне. 9-й германской армии пришлось выдерживать яростные атаки сразу двух русских армий. Безуспешно действовали и австрийцы. Еще тяжелее положение стало, когда к форсированию Вислы приступила 5-я армия генерала Плеве. В ночь на 20 октября фон Маккензен начал отступление. 21-22 октября русские развернули наступление против немцев и австрийцев силами 4-х армий, почти в полтора раза превосходивших неприятеля. После ряда тяжелых боев в ночь на 27 октября противник принял решение начать общий отход. Русские войска одержали крупную победу. В ее основе лежали и выучка войск, и стратегический талант полководцев, прежде всего генерала Алексеева, начальника штаба Юго-Западного фронта, и более тесная координация Юго-Западного и Северо-Западных фронтов, которую обеспечила Ставка, если сравнивать с более низким уровнем взаимодействия австрийцев и германцев. Сорокамышская операция. В начале Первой мировой Турция занимала выжидательную позицию. Окончательно выступив на стороне Германии лишь 30 октября 1914 года. Предварив это вероломным рейдом германо-турецкой эскадры по нашим Черноморским портам. Главнокомандующим Кавказской армии был назначен престарелый воронцов Дашков. Фактически же обязанности стал исполнять его помощник Мышлоевский, а начальником штаба стал Юденич. Приказ о переходе в наступление был подписан им ночь 31 октября. Основные силы Сорокамышский отряд, находившийся в центре, быстро вышли к стратегически значимому турецкому селу Кёпри-Кей. Однако в результате ряда боев середины ноября были вынуждены отойти к границе. Вместе с тем и туркам 3-я армия ввиду ряда неудач не удалось развить успех. Однако в целом по итогам этих боев турецкое начальство переоценило собственные силы, подумав, будто русских можно легко бить. Воодушевившись первоначальными успехами, Энвер Паша, военный министр, один из членов Триумвирата, руководившего тогда страной, хотел разгромить основные силы русских у Сорокамыша, важнейший опорный пункт нашей Кавказской армии. Проигнорировав возражения некоторых генералов, он принял командование Третьей армии и разработал весьма смелый, отдающий авантюрный план, который предполагал сковывание русских уз Сорокамыша с фронта, в то время как два других должны были обойти правый фланг и отрезать пути отхода. Однако Энвер не учел ни особенностей местности, ни времени года. В результате, в ходе наступления, турецкие войска страдали от неустроенности тыла и связи, отсутствия должного обмундирования, учитывая зимние условия, а также от недостатка координации между наступательными частями. Вместе с тем, изначально наступление, начатое во второй половине декабря, развивалось успешно. Туркам удалось выйти во фланг, тем самым поставив Сорокамышский отряд, два корпуса, возглавляемые генералом Берхманом, в тяжелое положение. 24 декабря Мышлоевский и Юденич выехали на фронт. Первый принял общее командование на себя, а второй временно возглавил один из корпусов. Однако положение продолжало ухудшаться. Противник прорвался к Сорокамышу, и его оборону пришлось успешно организовывать из-за запасных частей. Более того, была взорвана железная дорога, соединяющая с Карсом. В итоге Мышлоевский вечером 27 декабря вообще приказал пробиваться назад, а сам уехал в Тифлис под предлогом формирования новой армии, передав командование Берхману. Под его начальством Юденич организовал оборону, получая пополнение и отбивая атаки наседавшего противника. Однако и сами турки действовали недостаточно активно, терпя отдельные неудачи, то от русских войск, то от снежных метелей, что поставило крест на их грандиозных планах. 2 января русские заняли стратегический перевал Бордус, тем самым отрезав 9-му турецкому корпусу путь к отступлению. А через два дня началось контрнаступление, в ходе которого он был уничтожен. Окончательно преследование разбитых вражеских сил было остановлено лишь 18 января. Общие потери турок составили 70 тысяч человек, включая 30 тысяч обмороженных. У нас 20 тысяч. Наши успехи несколько облегчили положение союзников в Ираке и в районе Суэца. Так была одержана крупнейшая победа под Саракамышем. И хотя вряд ли ее стоит приписывать исключительно полководческому таланту Юденича, который вступил в командование саракамышским отрядом вместо Берхмана лишь 5 января, когда перелом уже свершился, он сыграл в ее успехе далеко не последнюю роль, непосредственно руководя войсками в сложнейших условиях, пуская и под чужим начальством, за что и был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Вскоре Юденич был произведен в генералы от инфантерии, а в феврале 1915 года стал главнокомандующим Кавказской армии. Штурм Эрзерума. Осенью-зимой на Кавказском фронте установилось относительное спокойствие. Отметим, что к концу 1915 года произошло еще одно важное событие, а именно поражение союзных войск в ходе попыток овладеть турецкими дарданеллами. А потому русское командование обеспокоилось тем, что за счет высвободившихся войск Турция усилит свою третью армию, действующую на Кавказе. Так родился план прорыва вражеского фронта в районе Эрзерума и захвата этой крупнейшей крепости. Стоит признать, что Юденич мастерски провел подготовку операции и учел недостатки, выявленные в предыдущих сражениях. Он сумел достойнейшим образом наладить работу тыла, создать новые линии связи и подготовить систему дорожных коммуникаций. Особое внимание было обращено на снабжение солдат. Все они были обеспечены теплой маскировочной одеждой, специальными очками, которые защищали от блеска снега, а также запасом дров. Создали даже метеорологическую станцию для оперативного мониторинга изменений погоды. Но самыми беспрецедентными оказались меры по сохранению всей подготовки войск в секрете. Юденич прибегнул к масштабной дезинформации противника. Он незашифрованной телеграммой передал приказание 4-й дивизии о переброске ее в Персию и снял ее с фронта. Более того, начал раздавать отпуска офицерам с фронта, а также массово разрешать офицерским женам прибывать на театр боевых действий по случаю Нового года. Была инициирована закупка животных в цели убедить противника, будто наступление планируется на багдадском направлении. До последнего не раскрывалось ниже стоящим штабам и содержание планируемой операции. А за несколько дней до ее начала был полностью закрыт выезд всем лицам из префронтовой полосы, что помешало турецким разведчикам сообщить об окончательных приготовлениях русских. Все это имело воздействие на противника и тут еще незадолго до наступления русских командующий 3-й турецкой армией вообще уехал в Стамбул. Наступление началось в середине января 1916 года. Сначала Юденищ нанес в Пассинской долине, отвлекающий удар, который привлек внимание турок, а затем повел основные наступления на Альтинском и Эрзеромском направления. В прорванный участок фронта оперативно была направлена сибирская казачья бригада. При этом сам Николай Николаевич успешно маневрировал резервами, наладив жесткое управление войсками и действительно держа ситуацию под контролем. В итоге турки бежали. Только 18 января указанная казачья бригада взяла 15 тысяч пленных из 14 различных полков. Был достигнут крупнейший успех и великий князь Николай Николаевич уже хотел приказать отступать на исходные рубежи. Однако Юденищ убедил его в необходимости штурмовать казавшуюся неприступной крепость Эрзером, взяв всю ответственность на себя. Конечно, это был риск, но риск продуманный. Подполковником Штейфом писал. В действительности, каждый смелый маневр генерала Юденища являлся следствием глубоко продуманной и совершенно точно угаданной обстановки. И главным образом духовной обстановки. Риск генерала Юденища это смелость творческой фантазии, та смелость, какая присуща только большим полководцам. 11 февраля начался штурм, который был завершен через 5 дней. В руках у русских оказалось 9 знамен, 327 орудий и около 13 тысяч пленных. В ходе дальнейшего преследования противник был отброшен на 70-100 километров к западу от крепости. Общие потери русской армии составили 17 тысяч человек. То есть около 10% от ее численности. А турок они достигли 66%. Это была одна из крупнейших побед русской армии, которая заставила противника успешно перекидывать войска с других фронтов, тем самым ослабив давление на англичан в Месопотамии и Ираке. Правда, те так и не воспользовались успехами русских в полной мере. Так против нашего фронта стала разворачиваться новая 2-я турецкая армия. Советский военный историк Корсун писал. В общем, Эрзерумская наступательная операция, проведенная в тяжелейших зимних условиях на Горном театре, представляет один из примеров доведенной до конца сложной операции, состоявшей из нескольких вытекавших один из других этапов, закончившихся разгромом противника, потерявшего свою основную базу на передовом театре – крепость Эрзерум. Под влиянием этой победы между Россией, Великобританией и Францией было подписано соглашение о целях войны России в Малой Азии. В частности, в нем разграничивались сферы влияния в Турции. Союзники окончательно признали, что проливы из север-турецкой Армении отходят России. Со взятия Эрзерумской крепости Юденич был награжден высочайшей наградой Орденом Святого Георгия II степени, как указывалось, воздаяние отличного выполнения при исключительной обстановке блестящей боевой операции, завершившейся взятием, штурмом, деве-боинской позиции и крепости Эрзерума 2 февраля 1916 года. Падение Новогеоргиевское. 1915 год ознаменовался великим отступлением русской армии из западных губерний Российской империи. Пиком же его стало падение крепости Новогеоргиевска. Это малоизвестная страница истории Первой мировой войны и постепенно возвращается из забвения. В крепость, основанную еще едва ли не Наполеоном и постоянно развивавшуюся со второй половины 19 века, вкладывались огромные средства. Нельзя сказать, что Новогеоргиевск вовсе не оправдывал этих затрат. К сожалению, прекрасно оснащенной вооружением и гарнизоном крепости не отвечало ее командование. Однако, невзирая на это, начало боевых действий было встречено крупнейшей крепостью Старого Света в полной боеготовности. В ходе кампании, как 1914 года, так и 1915 Новогеоргиевск играл базовую роль в операциях Северо-Западного фронта, как пункт мобилизации, открывающий войскам оперативный простор на левом фланге. Будучи обеспеченной большим количеством артиллерийских орудий, крепость оказывала полевым войскам поддержку материальной частью. Гарнизонные войска Новогеоргиевска участвовали во всех наземных операциях фронта. Таким образом, до начала Великого отступления роль Новогеоргиевского, как тактическую, так и стратегическую, трудно переоценить. Лето 1915 года стало проверкой готовности к цитадели реализовать свою главную функцию – сдерживать вторжение германских сил в Привислинский район. Введение в 1912 году нового плана стратегического развертывания войск стало причиной неоправданного ослабления аванпостов на западных рубежах России. И ввиду этого надежды, возлагаемые на Новогеоргиевск командованием, не оправдались. Польский выступ оказался обойденным с обоих сторон, хотя еще белым генералом Скобелевым было завещано приложить максимум усилий для его удержания наподобие плевны. Ряд мнений в литературе относительно инициаторов обороны Новогеоргиевска, вместо его плановой эвакуации и ротации гарнизонных войск накануне начала осады, обеспеченности крепости боеприпасами следует признать не вполне объективными. Стойкость недоукомплектованных частей в условиях небывалой плотности вражеского артиллерийского огня, даже несмотря на прочность казематированных помещений, не смогла компенсировать нерешительности коменданта Бобыря, сдавшего в течение нескольких суток ключевые позиции на внешней оборонной линии. По этой причине историки в войн практически не посвящали Новогеоргиевску оперативных исследований, ведь наихудшим образом во время операции себя проявило именно высшее командование. Современники крушения Новогеоргиевска, обеспечившие спасение армии от полного разгрома, восприняли как трагедию, но отнюдь не как позор. Однако по прошествии времени, опирающимся на их свидетельство ученым, картина падения Новогеоргиевска представлялась в несколько ином и невероятном свете. В истории остались сведения о недалекости главнокомандующего армиями Западного фронта Алексеева, будто бы единственно виновного в трагедии крепости, об изобилии на крепостных складах боеприпасов и продовольствия, которыми деморализованный гарнизон и командующий им штат генералов-изменников не сумели воспользоваться, и которые вместе с Новогеоргиевском постыдно сдали врагу. Судьбу Новогеоргиевска можно сравнить с участью второй армии генерала от кавалерии Самсонова, разгромленной в Восточной Пруссии за год до падения порта Артура на Весле. Непростительные просчеты командования в обоих случаях стали причиной разгрома крупных соединений, пленения более 90 тысяч нижних чинов и офицеров, в том числе 23 генералов, колоссальных материальных потерь. Разница в том, что генералу Бабырю не хватило элементарного человеческого мужества Самсонова. Этот позор добровольной сдачи врагу высшего командования крепости невольно лег и на оборонявших его солдат, на всю историю обороны и падения Новогеоргиевской. Но даже не любивший Россию маршал Фердинанд Фош признал роль восточно-прусской операции русской жертвы во имя союзнического долга – спасения Франции от полного исчезновения с лица земли. Мы же должны помнить, что это трагедия русского оружия, а не его позор. Не были напрасными жертвами, в числе прочих, в течение Первой мировой войны. Здесь, скажет в описаниях своих историк, при слиянии Нарева с Бугом Наполеон вздумал сделать огромные укрепления. Тысячи польских рук и миллионы злотых употреблены для этой работы. Наконец возникли высокие валы, показались, погрузили и рассыпались. Эти строки о будущем Новогеоргиевска Глинка записал в 1814 году. Спустя век история с удивительной точностью повторилась на этом трагическом витке, но сберегла с тех времен отнюдь не только бесславные руины, но и подвиг их упорной обороны. Мрусиловский прорыв Летом 1916 года русская армия планировала вместе с союзниками крупные наступления. Весьма показательно, что даже после великого отступления 1915, сопровождавшегося тяжелыми потерями, наше командование придерживалось активного способа ведения действий. В конце 1915 года неудачей кончилось наступление у рек Стрыпа и Черновиц, а в марте 1916 у озера Нароч. Все это заставило наших противников думать, будто русская армия более не представляет серьезной опасности. Неудивительно, что в начале 1916 года Германия основную тяжесть боев перенесла на Западный фронт, где под Верденом стремилась обескровить французскую армию. Австрийцы же решили сосредоточиться против Италии. Одновременно Россия в успешном перевооружала армию, сумев к лету 1916 года преодолеть прошлогодний кризис вооружения. На совещании в Ставке 14 апреля был выработан общий план операций. Предполагалось, что основной удар нанесет Западный фронт генерала Эверта из Молодечно на линию Ашмяны-Ковна, а северный генерал Куропаткина и юго-западный генерал Брусилова фронты окажут содействие вспомогательными ударами. При этом и генерал Эверт, и генерал Куропаткин сомневались в успехе предстоящего наступления, выступая за активную оборону. Исключение составлял генерал Брусилов, заявивший, что юго-западный фронт может и должен активно наступать. Объяснение такой разницы во мнениях стоит искать не столько в личных качествах главнокомандующих, сколько в особенностях положения наших фронтов. Против войск Куропаткина и Эверта находились германцы, сумевшие создать глубоко эшелонированную линию обороны. По сути, война здесь началась приобретать характер классического, как во Франции, позиционного противостояния. Перед юго-западным фронтом, где было столь серьезных оборонительных позиций противника, а потому здесь русские командования справедливо могло рассчитывать на успех. Генерал Брусилов отказался от идеи наступать всеми силами в одном направлении. Главный удар осуществляла 8-я армия генерала Каледина на Ковель, в то время как все остальные армии должны были перейти в наступление и прорвать фронт на своих участках. В результате наносилось 4 мощных удара по астрийским позициям. Действия армии были мало скоординированы между собой, а самим командирам предоставлялась значительная свобода для личной инициативы. Стоит признать, что командование сумело тщательно подготовить операцию. В русских наблюдался моральный подъем, что можно связать с преодолением кризиса вооружения и прибытием на фронт нового поколения. Пополнение. Подготовка к наступлению велась по всему юго-западному фронту, что сделало определение планов русского командования практически невозможным для противника. Более того, учитывая активность германцев у Вердена и австрийцев против Италии в начале июня 1916 года, австрийский северный фронт не имел значительных резервов и мог полагаться исключительно на свои силы. 4 июня 22 мая войска генерала Брусилова перешли в наступление, которое сопровождалось мощнейшей артиллерийской подготовкой. Австрийский фронт был прорван. Особых успехов добилась 8-я армия. 7 июня 4-я стрелковая дивизия генерала Деникина взяла Луцк. По просьбе Брусилова ставка начала перекидываться на юго-западный фронт дополнительной силы, тем самым ослабляя войска Куропаткина и Эверта. Вскоре продвижение 8-й армии временно прекратилось, поскольку Брусилов опасался за ее правый фланг. Он полагал, что дальнейшее наступление необходимо развивать совместно с Западным фронтом. Однако 16 июня германские войска сами перешли в контрнаступление на реках Стохоть и Стырь, поставив войска Брусилова в тяжелое положение. К концу июня наступление окончательно выдохлось. Вместе с тем армии юго-западного фронта достигли крупных успехов. За 37 дней боев в наших руках осталось 272 тысячи пленных и 312 пушек. Как писал немецкий исследователь Мозер, если бы в этот критический момент в начале июня англо-французские войска перешли в решительное наступление, то даже не добившись сразу прорыва, они так сковали бы немецкий Западный фронт, что немецкое Верховное командование не было бы в состоянии удовлетворить настойчивую просьбу о помощи Австро-Венгрии. Развитие первоначального успеха Брусилова видел в организации наступления на Ковель и дальше на север в тыл германских войск, располагавшихся у Пинска. Итогом стали кровопролитные бои в районе Ковеля и реки Стохот в июле, августе и сентябре 1916 года, которые не привели к желаемому успеху. В это время Брусилов фактически игнорировал успешное развитие операции на левом крыле своего фронта, а именно наступление 9-й армии генерала Лечицкого в районе реки Прут и 7-й армии генерала Щербачева. Так последняя в конце июля начала очередное наступление, отбросила противника за реку Золотую Трипу и овладела с баражем, взяв в плен более 8000 человек. Однако развить успех было уже невозможно. Все силы Брусилов тратил на тщетные попытки овладеть Ковелем. Очередное наступление Юго-Западного фронта началось 18 августа и здесь Щербачев снова добился значительных успехов. Он прорвал оборону австрийцев, отбросил их к реке Гнилой Липе, разгромив два корпуса, а сам вышел к Галичу. Лишь подоспевшие германцы сумели остановить 7-ю армию. Так была одержана победа на двух липах. Имеются в виду реки Золотая Липа и Гнилая Липа, которые заставили Германию задействовать свои резервы, предназначившиеся для разгрома Румынию. Как писал историк Кирсуновский, 13-я австро-венгерская армейский корпус, насчитывавший утром 18 августа в своих 15-й и 36-й пехотных дивизиях 19 тысяч штыков, к утру следующего дня имел только 1600. А дивизии его сведены были каждая в батальон. Летнее наступление 1916 года продемонстрировало, что Россия сумела восстановиться после неудачного 1915 года. Германской и прежде всего австро-венгерской армии были нанесены серьезный урон. А под влиянием успехов на стороне Атланты к концу августа выступила Румыния. К сожалению, само летнее наступление не привело ни к крушению фронта, ни к выходу из войны Австро-Венгрии. Более того, русские войска понесли тяжелейшие потери. Все это было негативно встречено в российском обществе, которое ожидало более значимых успехов, что сказалось на общественных настроениях и стало одной из причин февральской революции. Текст подготовлен Константином Пахлюком, публикуется в журнале «Эксперт» в августе 2014 года. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok